А наш вечер продолжается. Я приглашаю на сцену Ольгу Зеленскую. Всем привет. Так, правда, приятно всех видеть. А еще было бы здорово, центральный микрофон поставить по центру. А центр вот сзади на флаг. Что-то все съезжает туда в сторону и съезжает. Выход ближе. Выход ближе. И ко входу. Ну, просто я пока тут немножко шею. Сейчас еще ко мне просто потом Жерик выйдет, поэтому ну такое себе двигать-то. Будем думать. Хорошо. С новосельем. Музыка. Приятный зал, на самом деле. Приятное место. И вообще все здорово. Лена сейчас читала про фонарь. Я стою и всегда перед сценой, знаете, со мной как фонарь. Стояла, чувствовала себя фонарем. Думаю, сейчас как выйду, как буду светить. Даже под светей канады. Звезда. Звезда. Левитанского. Музыка Мещуков. Я побывавший там, где вы не бывали. Я повидавший то, чего вы не видали. Я уже там стоявший одной ногою. Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Даже когда трудна и когда опасна. Даже когда и сносна, почти ужасна. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот, оглянусь назад, далека дорога. Вот, погляжу вперед, впереди немного. Что же там, позади города и страны? Женщины были Жанны, Мари и Анны. Дружба была. Дружба была и верность врождались злого. Дружба. Комья земли стучали, а крышку проба. Ставец корон на темною той лекою. Ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни, шарик непрочно светлый. Зыбкий туман надежды, дырок соблазна. Штопаны, перештопаны, меты биты. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо. Небо, бобро красное, перед восходом. Лес опустил, морозно вокруг и ясно. Здравствуй, мой друг ворожий. С Новым годом. Холодно, братец. А все равно прекрасна. Здравствуй, мой друг ворожий. С Новым годом. Холодно, братец. А все равно прекрасна. Я тут впереди сидит нотик. И подпевает так приятно, как я скажу. И не страшно слова забыть. Следующую песню мы писали в оси, называется она «Перекрёсток». А можно чуточку меня из... Вот чуть-чуть прибрать, она мне как звякает тут прям... Гитару или голос? Гитара. Спасибо. Мне теперь не найти И крёсток, заросший травой, Где зашёл я с пути И свой путь заменил на несмог И словно кто-то конец Изменил в сказке знакомой все дороги мои В хитроумный узел смотав и царевич Иван Не придёт к родимому дому сеть вернётся устав И одна лишь мечта Пусть крепнет кораблем, всё станет на свои места Прометкнут, убежав, не мои верстовые столбы На крутых виражах На крутых виражах Указателей нет у судьбы И вновь виду и на углу Выступают капельки пота Где был дом, там река И над нею нет моста Вместо гор, дикий лес Вместо степи тут и болота Не узнать, не пускать И одна лишь мечта Пусть Кремль и Крамль и Мус Всё вставит на свои места Может мне не туда Светофор поворот разрешил Может я опоздал Может стрелочник чуть поспешил Только что заезон Рассуждать теперь о причинах Не причина важна Важный факт Дорога не та И как пьяный бреду я Стопами блудного сына Не устало устало Умоляют крыста Пусть Кремль и Крамль Всё встанет на свои места Только вдруг повернёт Та дорога по взмаху руки И в глаза полыхнёт Тот знакомый разъезд У реки Мы захлопнем капот К лесу хлестнув автостраду Мы напоим коней И алёк в четыре креста И дорога сама Приведёт туда куда надо Если ты не устал Если я не устал Пусть Кремль и Крамль и Бонус Всё встанет на свои места Всё встанет на свои места Всё встанет на свои места Встреча Аплодисменты Аплодисменты У тебя там под колонкой лежит шнур Специальный Подожди Нет Вот он Нет Это не тот Висит На сцене Что висит Всё играет Он же отдельный взял Вот тот который Всё нормально Да Он который встал Висит Встал Дуэт неба на сцене Споём песню Которая называется «Берега» За окном туман Белый-белый День Стерли все деревни Папка Слышит За окном туман Белый-белый День Стерли всю деревню Да Крыш Скрипнет раскалитка И целый день Тиш Боря ночи тихой Тихой Кострова дорога Легко Там укроют от ветра Тихой Берега Берега Мемные купели На камнях На чёрных Соль сетина Берега 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 За окном туманы белым-белые Лодка в молоко уплыла Море нам сегодня не сделает Я, как воды грешнее-брежнее Не хожу его провожать Всё одно останется грешной мне Штыц! Берега бедные купели На камнях нашей роды соль седина Берега бедные купели Берега бедные купели Берега бедные купели Ветер в слове крепкий и злой Мне вернуться домой до темной Берега бедные купели Берега бедные купли Берега Вроде просто перстенная, без начала и без края Берега Сколько раз мы разлучали, сколько раз меня спасали Берега Закон закатил, Малия, Мамы Много берегов тели Завтра будет ветреным, гримм Чем Этим Аплодисменты Может быть, только немножко прибрать Манеторчик прибрать Ну, ребята, громкие, вы потерпите, еще одна песенка и мы уйдем. Следующую песню, которую мы пели «Берега» автор Эрика Сташин. Спасибо. Ее написала Наталья Колесниченко и называется она «Держись за меня». Когда пыль заливает воду, когда качется в уяной реке нет брода, когда слепая фортура открывает глаза. Когда другом кажется неподъемным и не очень, даже когда вдвоем, нечего спеть и некому рассказать. Когда соберутся в симфорию вместе, отцепят немного тоски и лестерин и борзли в узел, что не разрубить мечом. Когда покажется больше не будет легче, тогда ты услышишь, как кто-то прошепчет, тихо и нежно запрятанным твоим плечом. Тихо и нежно запрятанным твоим плечом. Я тоже там, кажется, числюсь в списках. Ко мне эти горды подползали близко, и медные трубы играли так горячо. А может и стоит сорваться в бездну, хотя бы на миг, чтоб после воскреснуть, чтобы услышать за правым твоим плечом. Держись за меня, держись за меня, держись за меня. Я здесь, как путь у огня, Есть жизнь у меня, держись за меня. Я здесь, как путь у огня, Есть жизнь у меня, держись за меня. Держись за меня, держись за меня. Я здесь, как путь у огня, Есть жизнь у меня, держись за меня. Я здесь, как путь у огня, Есть жизнь у меня, держись за меня. Богу А пока я просто на словах скажу, что 22 октября в пятницу в 19 часов в Доброхоте можно увидеть собственное выступление дуэта «Небо». Бумажки, если что, там, где вы покупали билетики. Так, а наш концерт продолжается. Для тех, кто спрашивает, когда будет перерыв, я предполагаю, примерно через 30 минут. Сейчас я приглашаю на сцену Михаила Зверева. Да, самое время для поэтической паузы. А я знаю, что ты всегда готов, поэтому все просто. Ну, в общем, в отступление своих правил, чтобы не идти на первый ряд, я говорю, что потом у нас выступает Сергей Нотик, а потом Юрий Хабаров и перерыв. Вот для тех, кто волнуется, все спрашивают, и мы проветриваем. Я был не очень готов, думаю, там стихи, две песни, две-три стиха. Где-то у меня короткие стихи, просто не совсем успел, поэтому придется что-то... Говорить и поздравлять. Не успел дописать сразу. Ну, я прочитаю сначала серьезно, а потом менее серьезно, а потом совсем не серьезно. И у Миши, у меня есть ключи, я смотрю, прямо к первому. Ну, я надеюсь, что таких персонажей среди нас нет. И вообще говоря, я читаю всегда здесь, в музыкальной среде, практически новые стихи. Может быть, они звучали там один-два-два раза. А вот, надеюсь, что таких... Ну, посмотрите. Солнце медленно в озеро падает, жаркий день, душный вечер, ночная прохлада, что будет завтра, он толком не знает. Солнце увидит, а что еще надо? Будет хлеб и, наверное, зрелище. Друг скажет так, старичок, а не прав ты. Лучший друг и любимой женщину это теще. Другие оргонавты. Им бы золото в эссигнациях, самородками, с липками. Все одно не для счастья, а ради сенсации отыскать золотое руно. Он другой, ему бы дороги. Солнце падающее с небосклона, костры, а рядом друзья, немногие. Он смотрит на озеро со своего балкона. Личное озеро, дом тоже личный, он в белом халате, Но хмур без причины, виски греется, не пьет он столичный. Раньше бы он не брезговал, теперь не починал. Он вспоминает костры и палатки, боже мой, как давно это было. Кофе чуть теплый, чай не сладкий. Виски в холод, чтоб быстро остыло, что-то мруно, глупо. Бизнес налажен, капает что-то на счет ежедневно. Он стал солиден, спокоен, вальяжен. Что же там бьется слева, так нервно? Что оно бьется, будто бы стонет? В жизни сложилось, ну все, как в романе. Жена подошла, телефон на ладони. Кто? Старый друг? Ты скажи, что я занят. Я стою один на пьедестале, все соперники значительно отстали. Замерзал, я смотрю вперед, там болельщики мои, там мой народ. Не зажегся яркий свет, дай бог с ним. Я закрыл глаза, ушах звучит наш гимн. Под ногами цифра единица. Нам, спортсменам, есть куда стремиться. Гимн, однако, так и не сыграли. Он в душе звучит, но тихо в зале, свет дежурный, тускло так горит. Не сияет ни один софит. Как же так? Ведь я добыл победу. Надо бутерброд купить к обеду. Бутерброды есть у нас в буфете? Кто там за буфет у нас в ответе? День был трудно, но себя не жалко. Выпей-ка я чаю, раздевал. Скучно одному на пьедестале. Сторож я ночной в спортивном зале. И тут совсем уж что-то... Одно из... Вот хороший поэт Сергей Петров из Москвы. И даже, по-моему, Саша Чернорая с ним писал песни. Ну, бывает, наверное, я не знаю, может... Ну, когда я слышу, что... Ну, не обнял кого-то руками... Руками, не обнял, да? Или там что-нибудь вообще... Жизнь похожа на позднюю осень. Ну, вы представляете, вся жизнь на позднюю осень похожа? Я нет. Ну, и было осень, потом 48, и теперь уже за 60. Я три пародии написал на одну песню. Помогут рекорд. Помогут рекорд. Ну, тем не менее, хороший поэт. Ну, бывает. Говорят, что... Ну, я одну прочитаю, чтобы с ней там лять. Вот как раз не обнял я кого-то руками. Ну, сожалею, мужик, да, что руками не обнял. Прикладные органы называются пародия. Я многих обнимал руками, ногами меньше обнимал. На всё, на всё смотрел глазами и только носом обонял. И всякий звук ловил ушами. За вкус ответственен язык. Ходил, конечно же, ногами. На четвереньках не привык. Я честно заявляю смело, что пел и ел я только ртом. Но не признаюсь, что я делал тем, что в штанах, под животом. Я прошу прощения. Спасибо. Настя, кто очередной не готовый. Это мы аплодируем их и вызверем. Я просто перечень, конечно, спешу ответить, как это не готовый. У нас вот есть Сергей Нотик, руководитель парт-клуба «Парус», который вот всегда готов. Я в этом прям уверена, что это значит за выражение лица. Нет, ты же всегда не готов. Походишь и начинаешь с другими руками спеть. А это уже другой вопрос. Абсолютно. Лучше поздравить с Моя Сидием. Скажи что-нибудь доброе про Парус. Вадик, тут можно что-нибудь нажимать? Нет. На вот этой вот. Строну надо нажимать. А? Нет, тут просто такая... Все вообще заработало. А? Заработало. Это просто одна рука не управляет, другая на пункте. Вадик, ты случайно не пел это «На кочках цветочки»? Нет. Она в кочках. Она такая новосельничая. Новосельничая. Ческая песня. Ну, она для двух гитаров. Ее автор Алексей Игоревич Иваченко. Он ее долгое время не пел, потому что на одной гитаре ее не сыграть никак. То есть и я пробовал, и он, что мастера поручил. Ему как-то на одном фестивале подсказали, как же там. Это должен делать. И я вслед за ним. На кочках цветочки, за кочками лес, На дальний глухой полустанчик, На вадах и луках рубаночек. С утра мы приехали строить навес На дачке в Диму Ивановичу. А дач-то, дач-то нет ни окули, Но часток заброшенный Наплется с пассивной ножью. И вот посреди паракола своего Стоит он в тельнячечке ношеный. Ах, я, Дени Иванович, полузочку. Ой, да жди, левская водра. Держит влевую детскую сосочку, Держит в правой орудии труда. И в Дени Иванович, морская душа, И дочка Елова-Вишаночка, Душою морскую попальчику. Расписывает всем, как она хороша, Часами она может за чайничком, Но нам не до чая, но рвется скорее. Закончить навес с перелочками, А то ведь беда с электричками. А спать, как хозяин, без стены двери, Ногой земли без приучки. Залезает тот спальничек спаленный, Каждый вечер себе говоря, Ничего, перетерпим, не варим, Будем гореться, пока и в отряде. Корюжит, горят, юридик, гуляет, Прохладной майской ноченькой. Настрой, настрой, дом проченька, А дачи все нет, а моток барахли. Плевать не себе, молододоченьке, Я знаю, удача будет, Я знаю, садуц весь способны. Наши люди не спать, не пить, не есть, Таскать кирпич подружками, Век будут саваном олях, Чтоб слыдко на здоровье тишком У черта на раках. Давай попаемся, Дорупимся мы, Хозяйство Евгении Иванычево, На весом храним, Поморочево, Чтоб больше Евгении Иваныча Оборачивать пленка я на ночи. Мы тоже старенькая, в России. Недоговаривая фраза, Вдруг благодарна замолчать, Быть понятым, друзьям сразу, В глазах сочувствия встречать, И благодарна замолчать, Не договаривая фразы. Судом друзей не будет встречи, Твой самый безрассудный шаг. С чужими часто все не так, Закон непонимания вечен, Но даже наш неверный шаг, Судом друзей не будет встречи. Мы бы вновь всю жизнь мечтаем, Быть понятым и понимать, Научительно других восстая, Снять отчужденье печаль, Что благодарна замолчать, В глазах друзей себя читая. На русском языке замолчать, На русском языке замолчать. В глазах друзей себя читая, На русском языке замолчать. Спасибо. С новостями, с новым сезоном. Анастасия, для нас выступал Сергей Мелтик, Руководитель парт-клуба «Парус». И, конечно же, Он же не может просто вот выйти и спеть, Он же должен был сказать, Что парт-клуб «Парус» продолжает свою работу, И ближайшая встреча в парт-клубе «Парус» Состоится 20 ноября в 17 часов. Вот смотрите, он даже возвращается, Он все понял. Он даже сама все знаешь. Товарищи, все, что знаю я, это хорошо. Еще бы об этом знали наши зрители, И смотрели бы, и читали бы «Барт-календарь». 20 ноября у нас Гена и Машка с Деминой. Вот. В «Барт-клубе «Парус» приходите, Друзья, будет хорошо. А перед этим у нас вы посиделки, Перед этим концерт. На ибре. Ноября, ноября. Да, да, да. Ну вот мы просто планируем это вперед, И пока мы вот... А год такой, год. Так, товарищи, А для этого мы берем вот памятки. Вот сейчас их прямо аккуратно На самый край шестерной положат, И вы в перерыве, Буквально после одного исполнителя, Возьмете, И вы смотрите, Света поднимает, Вот видите, У нас вот тут есть такие листочки, Которые каждый из вас может взять себе, И там все написано. Ну, практически все. А остальное в «Барт-клубе» Так вот, Мы продолжаем. Вы знаете, У нас есть Прекрасный друг, И замечательный автор-исполнитель, Который периодически приходит к нам на вечера, И показывает свои новые песни. Так что представьте, Вы сегодня подопытные, Прямо вот подопытные кролики, Потому что на сцену выходит Юрий Хабаров, И исполняет то, Что ему хочется. Подопытные кролики, Я выхожу, Твой шепот по залу, Удал, Вынулся. Хочу присоединиться к предыдущему, Да, Желтых. Хочу присоединиться к предыдущему оратору, Поздравить вас сначала, Нового песенного сезона. Раз. С новой дислокацией. Два. Ну и со мной, Что в гости к вам пришлось. Кур, да, товарищи? Кур, да, товарищи. Кур, да, товарищи. Дорогие недели назад, В центре современной книги, На Макарова 10, Я показывал новую песенную программу, Всех присутствующих ее посетили только двое, Но это все нормально, Видимо, более важные дела были. Но отделаться от песен вам не удастся, Потому что есть такой термин, Бардовская песня на вынос. Вот я вам ее сегодня и вынес. Программа песенная называлась «66-я осень». С вашего позволения, Я с этого трека начну. А есть гитара? На востоке перкла мутром Отливает небо мязь, Хорошо шагачит по утру, Никуда не торопясь. Мимо ели, Мимо сосен, А зачем, не злая сан, В шестьдесят шестую осень, Под космическим часам. Вот она пришла какая, Шестьдесят моя шестая, Догорает рассыпая, Золотые колера, Сердце тает, кровь скипает, Легкость сладкая такая, Словно я уже взлетаю, Словно мне уже пора. По колдобинам ли слад, По колдобинам ли кладка, Знаешь, вперед себе иди, Позади уже порядком, Не бесскольком впереди, И везде желанным гостям, Без конвоя и без виз. Шестьдесят шестая осень, Как плач на импровиз. Несчастливым ли летом, Выпала мне радость это, Красноцветный рассвет И пахутные ветра, Полоненные по бьям летом, Я плыву не с намагретом, И в обратном нету, Будто мне уже пора, И шина стоит такая, Аж в ушах хрустальный зон, Или давит кровь шаленая, А того и слышал он, Все ресурсы на износе, Что поделать, старина? Шестьдесят шестая осень, Мне двадцатая весна, Но каноном и книжным Я танцевой не обездвижен, А в леном утопкой рыжей Убираюсь со двора, И грузой дальше, ближе, Там, где шум от звезды слышен, Как печаль, все тише, Словно мне уже пора, Полстук сладкий, Словно брошка, Нивелирует сныганта, Изоленная поклажка, Жена в кармане, Как всегда, Но мечтой окальд, Но мечта окальд в одосе, Где-то в дальней стороне, Шестьдесят шестая осень, Согревает душу мне, Вот она пришла какая, Шестьдесят моя шестая, Ни на что не набегая, Скажи, стоит оврая, Раны прежни ладая, Утешая, одобряя, Что добра, я не знаю, Может быть и не пора. Спасибо. Мне одноклассники получены На учебном заведении люди все уже состоявшиеся, Солидные, В хорошем смысле консервативные, Но стараются идти в ногу со временем, И они организовали в ватсапе группу для общения, И где активно, значит, общаются, Различные темы, Перетирают, И одна из самых популярных тем для общения у них, Это дачные участки, Поскольку практически все являются обладателями этих легендарных, Это шести сожек, Поскольку общаются в сноу женщины, Однажды кто-то из помощи побронил фразу, Почему бы нашему великому барду Хабарову Не написать песню про дачу, Пускай у нас будет свой корпоративный дюйм, Тетки возбудились, Значит, косточки мне перемелали, Ну, потом ушли на другую тему, Но зерночка-то упала, И тогда случайно огромные звездочки Иногда дают всходы. Со временем появилась песня, Которую я хочу вам показать. Называется она Песенка про дачу, Возможно, кому-то будет близко. По солнцу, по лету, С насильных гнезд, Все на море ехут За тысячи верст, Кто Ялта, кто в Сочи, А кто в Джимбуке, Но нас, между прочим, Средних и не найди. А мы по привычке Попуем без щички, И пусть их до черта Сгонятся готовы, И едем из дома В маршрутам знакомым, Кто на ветеричке, А кто на авто. Дождик ли плачет, Жарит ли зной, И едем на дачу В пищ и покой. Куда, где гирвана, Где кайф постоянно, Счастье с утра, И до ночи рекой. И мы бы могли бы, Хотя и не суть, Слетать на Карибы, Бургату махнуть. Да что там, в соте, Мы можем и без. Родные шесть соток, Вот наш интерес. Мы тащим, как танки, Рассалы и банки, Аптечки, продукты И прочую кладь. Прохожие вслед нам Летят с пикетом, На дачу счастливые Едут видать. Как же иначе, Не ясно туда, Мы едем на дачу, Мы где, как всегда, Клумбы, грядки, Грабли и тяпки, С утра до ночи Одна бахота. Возможно заметить Такой-то чудак, Что всем нам здесь Светит один зодиак, И в позе известной Лилея посев, Стоят повсеместно И дева, и лев. У странской кущи В глазах заведущих Считается дача, Но дело-то в том, Что рай тут То штарм шведется, Тут рай достается Не маной небесной, А адским трудом. Нету задачи, Что не решим, Мы едем на дачу, Мчимся, сбежим. Царство покоя, Где все родное, Песня для сердца, Бальзам для души. Так что же нас манит С тобой в суете, Ведь мы ж не селяне И годы не те, Наивне вопроса Придумать нельзя, Отдачи мы просто Балдеем, друзья. Забыл, Ёжкин, тудрик, А дай Бог удачи И в добрый час Едем на дачу, Дом науча. Что там в Дубае, Мы точно знаем, Лучшее место, Да-да-да-ча, Лучшее место, Да-да-да-ча, Лучшее место, Да-да-да-да-ча, Чо там. Следующая песня, Как бы сказка, Называется она, Песенка, Песенка про вампира Яшу. Яшу, маленький вампир, Добрый и пригожий, Но на весь вампирий мир Он один похожа. Папа Яшу хмурит бровь, Мама глазом косит, Потому как Яша кровь На дух не вносит. Даже бабушка и та Заюляет чахов, Ни из наших, ни черта, Ни из руколадков. И так полагаю я, В этом нет секрета, Знать не, Сушка змея, Нагуляла где-то. Все дроничи поздоров, Все бледны, Как нам огур, А у Яши щеки Пыжут, Как у Левских помидор. У Пыльок, Да по всему, Отлукавал, Балдому, На всю скрипу, Видишь, кровавый, Детективному ему. Все по щелям, Где темно, Там в роду ведется, Яши распахнув окно, Солнышку смеется, Все семейство в унисон, К вечеру подрится, Яши на ночь клонит в сон, Днем ему не спится. Братья, Упыри в саку, Дурни дураками, Бегают по потолку, Ляскают клыками, Говорят ему, Гладшой, Присоревеняйся, Если зубы за ушой, Значит, запушайся. Только Яша не таков, Он стесняется клыков, Рот ладошкой прикрывает При спушении зерков. Ему я не скромен тих, Похаясь трус за троих, Как сказала тетя Куля, Ну прям чужой среди своих. И ужасная вчера Совершилась в рации, Яши в зеркале с утра Начал отражаться, И родных повергнул, Жонну просто плюнул в душу, Он за завтраком чеснок С аппетитом кушал. Приговор с роб и скор Вынесла квартира, Не достоин невермор Статуса вампира. Лишь потратил шел момент, Серь продаст решение, В общем, явный иногент И перерожденец. Только яшан наш куда Ждать заклания не стал, Обернулся белой птичкой, Шмык в окошко и пропал. В общем, с яшью беда, Раз такая ламуда Будет белой вороной В этой жизни завсегда. Надо восхищаться, И это странно, Потому как остальным Кровь по вкусу явно Случи странен, что уж там Не парадоксален, А по нашим временам Просто нереален. Яшан, можно так сказать, Не пример для прочих, Нынче кровочку сосать. Да хрена хочет, И шныляет во всю мочь Урталащья рота, Раз кругом такая ночь, Самая охота. И запаскаю дружок, Совершая любой шажок, Чтоб укус такой вампир И твою шейку не ожог. Миром правит сатана, Человеку грозь цена, А из-за прояжку Да, инфекция. Ох, куда глядеться, Где найти призор? Сны любил я с детства, Но с недавних пор Страшно спать ложится, И грызет тоска, Что и ночь мне снится, Как издалека Приближается песец, Приближается, Хищно старится, Подлец улыбается, И такое неближе На издерганной душе, Что на что-то сил уже Не случается. Я в тревоге тошной Мыслю по утру, Сонгут заболосный И явно не к добру, Но была бы жаба, Крыса или верблюд, Да козел хотя бы С бородой обуть. Приближается песец, Приближается, По-хозяйски, блин, С телевец озирается, И понятно по всему, Что маршрут знаком ему, Снай, сука, что кому Причитается. Впрочем, смыта, ладно, Я в призе ее Впереди на царь, На естество мое, В телевизор, видишь, Жизнь устроена, А наружу выйдешь, Вот теперь и на. Приближается песец, Приближается, Прет в открытую, На влец не стесняется, И по фонару видачи, Своё дело знает стать, И спешит не мышковать, Выясняется. Если визуально, Вельком без затей, Вроде все нормально, Вроде все окей, Но посмотришь ясно, И внимательно, И картина маслом Показательно. Приближается песец, Приближается, Вот такой улыбенец Ожидается, Интересное кино, И смеяться не грешно, Но что-то не смешно Получается. Спасибо. Я тут очень часто выступаю, но последняя неделя была достаточно насыщенная. Можно немножко шкурнуть, да? Можно. Можно, да. Так вот меня удивило, за последнюю неделю люди до сих пор просят власти. По-моему, это уже лет 5-7 как-то не актуально, тем не менее подходят и просят. Поэтому, чтобы не было вопросов, все в интернете. Набирайте в любой поисковой системе песни Верихова, и все там вываливается. И видео, и аудио, и в любом качестве, и домашние, и недомашние, и случайные, и полевые, и прочее, прочее. Но, если кто не разучился читать и любит писать страницы, у меня с собой пара экземпляров есть в моей последней книге, такой миксовой, там очень много чего интересного. Там есть просто поэзия, там есть и песня, там есть еще и две поэмки, и небольшая повестуха, и прочее, прочее. Так кто пока не ушел, ловите моменты. Спасибо. Спасибо. О, это прекрасно. И вся история в том, что аудио, например, в том же ВКонтакте стало слушать невозможно, да? Полторы песни и реклама, полторы песни и реклама, поэтому диски снова в продаже. Это выгоднее слушать любимых артистов, нежели смотреть рекламу, не известно чего. Продолжение следует...